Привет, друзья! Здесь Демитков и Юрий. Как вы знаете, я предприниматель с огромным стажем, в районе 30 лет. И предприниматель подразумевает какую-то степень авантюризма. И с одной стороны, с другой стороны, подобное притягивает подобным. То есть я притягиваю людей, которые еще более масштабны в своих рассуждениях, мыслях. И в моей жизни были два таких типажа. С обоими из них мне пришлось расстаться. Потому что они, на мой взгляд, начинали мною манипулировать немного. Или много. И поэтому я предпочел с ними расстаться после того, как они перестали меня слушать о том, что мне это не нравится. И как ни странно, оба они недавно постучались ко мне снова в контакты. И сегодня мы встретимся вновь с одним из них. Он расскажет о своем новом проекте, о том, может быть, своем отношении. Он попросил меня об интервью. И сразу могу сказать, что я буду достаточно скептически настроен к его новому проекту. Но, тем не менее, это очень интересно послушать и понять, что же такое настоящий предприниматель по степени мышления, по стилю мышления. Итак, встречайте нового старого знакомого. Это Иван Родионов. Или многим он известен под псевдонимом Ильич. Вот, вновь встречаемся. Сейчас он расскажет нам о своей жизни, как он сейчас живет, в своем новом проекте. И я сразу его предупредил, что я буду достаточно скептичен по этому вопросу. Так что я надеюсь, что будет достаточно интересная у нас беседа. Здравствуй, Иван. Юрий Алексеевич, добрый день. Уважаемые подписчики Юрия Алексеевича, тоже всех приветствую. Я хочу начать с того, что хочу принести извинения за небольшой тот бардак, который я устроил в чатах Юрия Алексеевича. Лично нанес ему личную обиду в том числе. И тоже, Юрий Алексеевич, прошу прощения. Не преследовал, знаете, я как предприниматель, я никогда не преследую цель как-то уколоть человека. Я на первое место всегда ставлю дело. У нас были сроки, были обязательства. И со сроками всегда так. Мы подходим к ним. Очень много работы не сделано. И я еще до сих пор не научился как-то выстраивать отношения с людьми так, чтобы все было по-хорошему и по-доброму. И я, естественно, начинаю злиться. Начинаю как-то вести себя достаточно агрессивно. И Юрий Алексеевич мне постоянно говорит, Ваня, ты давишь, ты давишь, прекрати давить. А я понимаю, по-другому... Не могу остановиться. Останавливаться это я умею. Меня много раз и останавливали. Было разное в жизни. Но тот инструмент, который у меня есть, он дает результат. Правда, не всегда тот, который я хочу. Но я учусь в этом плане. И поэтому, опять же, Юрий Алексеевич, он тоже человек медийный. И он общается с аудиторией. И поймите, мы с Юрием Алексеевичем можем в телефонном режиме созвониться. И мы совершенно другие люди. А когда мы в чатах общаемся с аудиторией... То есть я, когда в чате общаюсь даже с конкретным человеком, я понимаю, что этот человек взял на себя какую-то роль аудитории. И я общаюсь с ним как с аудиторией. И здесь я уже чувствую... Как чувствую я аудиторию, так я и общаюсь. И здесь у меня нет каких-то личных к вам претензий. Или у меня какой-то короны нет тоже, чтобы вы понимали. Просто я так чувствую аудиторию. Я так общаюсь. Не больше, не меньше. Если вы хотите меня лично узнать, то лучше просто в личку написать, созвониться. И тогда вы поймете, какой я есть на самом деле. И еще раз прошу прощения у всех клиентов и подписчиков Юрия Алексеевича. А теперь, наверное, можно начать. Да, да, да. Со своей стороны у меня тоже люди спрашивают, интересуются иногда, чем занимается сейчас Иван, куда он исчез, значит, что с ним вообще и как я к нему отношусь. Мне говорят, что, так сказать, там жулик-мошенник. Я говорю, нет, я, в общем, знаю его как абсолютно искреннего человека, абсолютно открытого человека. То есть говорят, что вот он какой-то туман наводит. Нет, он туман не наводит. Он вот со мной, по крайней мере, он всегда был, я могу отметить, что искренний, открытый. Вот, ну да, пережал палку, да, так сказать, начал манипулировать. И, значит, я решил расстаться. Ну, тем не менее, расскажи сейчас. Давай, вот, постараемся вписаться в наши 40 минут, как ты помнишь, да. Да, да. Вот, расскажи о своем новом проекте. И первый вопрос, который я хочу тебе задать, это, как ты к нему пришел? Что тебя навело на такую совершенно сумасшедшую идею? Ну, отличный вопрос. Смотрите, давайте я сначала с текущего состояния, как бизнесмен, у меня есть кредиторская задолженность сейчас 60 миллионов рублей, и есть дебиторская задолженность 20 миллионов рублей. Про дебиторку не буду рассказывать, давайте про кредиторку, как она образовалась. Как вы помните, последний наш проект инвестиций в Телеграм, где я взял денег, кстати, очень много займов я сделал у подписчиков Юрия Алексеевича, и получается в общей сложности там где-то получилось 15 миллионов рублей, но ставка очень высокая, 36% годовых, и вот эта сумма в 15 миллионов рублей, она просто вот так вот копится большим сложным процентом, и она привела к тому, что сейчас она составляет 60 миллионов рублей. И, собственно говоря, имея такие обязательства, мне много раз предлагали, говорят, Иван, пойди в банкротце, обнулись как бы, да, и начни жизнь с чистого листа. Но я в себе уверен, что я вытяну как бы эту сумму, расплачусь с людьми, и они получат свои деньги, проценты будут радоваться. Со многими я веду диалог, многим плачу, кому столько могу плачу, сразу скажу. Да, с кем-то передоговорился, остановили, но проценты идут. Я не отказываюсь от своих обязательств. И имея такое давление в виде обязательств, естественно, мой мозг начинает придумывать и решать вопросы на совершенно другом уровне. Для того, чтобы закрыть эту сумму, я сейчас работаю над проектом, который называется «Бизнес-проект». Это мой бизнес-клуб, с 2016 года ведется этот проект. И сейчас очень растущий рынок маркетплейсов. Вы все знаете, что вся торговля уходит в маркетплейс, очень сильно идет перестройка общества, и этот тренд будет сохраняться в ближайшие три года. Там будет 30-ти кратный рост. Я пошел поработал, не буду рассказывать, что работал на заводе, руками. Мне просто вдохновение было нужно, и я пошел на две недели поработал, кидал в горячем цеху лопатой песок, был токарем. Потом я, значит, попродавал в офисе, потом я стал замгенерального директора, и потом я собственникам сказал, а давайте я вас буду консультировать, и они меня выгнали. Вот такой у меня карьерный рост за две недели. Нет, мне просто нужно было вдохновение, я так иногда делаю. То сварщиком пойду поработаю, я себе вызов выставлю определенный в жизни. Так вот, я тоже устроился в онлайн-школу, поработал на самом низу менеджером по продажам, показал очень хороший результат. Увидел, как эта кухня работает изнутри, прошел несколько тренингов по маркетплейсам. Все это наложилось на мой бизнес-опыт, и я понял, а зачем мне там получать какие-то крошки, когда я могу забрать себе полностью весь рынок. Я могу забрать рынок, триллионный рынок, понимаете? Вот так я мыслил в этом случае. Что для этого мне нужно сделать? Я уже сейчас веду переговоры с компанией Wildberries. Я столкнул лбами Озон, Wildberries, Сбер Мегамаркет, позвал Яндекс, потому что все они маркетплейсы, и Почту России. Продаю 10% своей компании. У меня есть активы, сделка структурированная, начинается от полутора миллиардов рублей, чтобы вы понимали. 800 миллионов – это затратная часть, и есть еще небольшая сумма, которая в виде премии идет. Но тут уже сами маркетплейсы решат, сколько там денег насыпать. Это их решение. У каждого маркетплейса есть свои проблемы. Я хорошо прощупал почву, проник туда, скажем так. И вот так вот мы ведем переговоры, уведомили уже Минкромторг и ФАС России о нашей сделке. Вот, собственно говоря, грубо говоря, с одной сделки я закрываю все свои обязательства по долгам, чтобы вы понимали. Если даже вдруг сделка не случается, да я не расстраиваюсь. Ребят, я прямо сейчас умею зарабатывать там 1-2 миллиона рублей в месяц, просто продавая курсы. Свои, чужие мне очень не принципиально. Ну, то есть, это даже в одиночку я вот так вот могу деньги делать. Ну, а с командой, естественно, это другие результаты. Вот, смотрите. Ну, это, собственно говоря, не предмет нашего разговора. Спасибо за вопрос Юрию Алексеевичу вам. Предмет разговора я вышел к Юрию Алексеевичу с просьбой о помощи. Дело в том, что вот такой большой проект, когда запускаешь, он федеральный, чтобы вы понимали, там очень много документов. Я уже там уведомил там и администрацию президента, даже Лаврову мы даже написали, потому что у нас немножко там клуб международный получается, СНГ, и как бы здесь необходимо регулирование, соответственно, МИДа. Но не в этом дело. Любой крупный проект требует энергии для запуска. Вообще для предпринимателя энергия – это всегда самый ценный ресурс. Я так научился. Я за свою жизнь сделал шесть общественных проектов благотворительных. Вот в моем городе я тротуар сделал. В Москве помог старикам. Помог сиротам. Мы площадку сделали. Командой, правда, да. Потом я книгу издал Соломатин. Это у нас в землячестве ростовчан. Есть такой ветеран. Что-то там еще сделал. В общем, не хочу рассказывать об этом. О добре обычно не рассказывают. А вот последнее, то, что Юрия Алексеевича даже вовлекал. Говорит, давайте батюшке поможем. Ко мне наш местный батюшка, то есть журавки, обратился. Собрал денег. Ему там что-то нужно на крышу было. Перевел эти деньги. И все, слава богу, закончилось. Так вот, зачем я этим занимаюсь, этой благотворительностью? Благотворительность дает... Это чистый такой источник энергии, который запускает большие проекты. И так случилось, что у меня год назад пропал мой кот. Его задрали собаки. Безнадзорные вот эти собаки, которые бегают, детей пугают, животных пугают. Я вот на завод пошел работать. Представляете, иду на завод, а там такие своры собак. Мне страшно. Я детина, мне 37 лет. Они меня окружили. Там всегда есть вожак, когда есть стая. И как вожак себя поведет, так и дальше вся стая начинает действовать. И, возможно, вы видели, как там деток загрызли до смерти. И у меня как бы это все наложилось на кота, вот эти собаки, которые... Ну, я как рабочий ходил, чтобы вы понимали. И мне страшно. Да, у меня есть автомобиль какой. И я ездил на этом автомобиле потом. Но я понимаю, что половина людей, которые идут на завод работать, извините меня, в горячем цеху, где капает жидкий металл, там не самые лучшие условия для жизни. Вот эти люди, они не имеют автомобилей. И вот так вот они ходят. И вот так же ходят их дети. И как-то в мою жизнь начали сейчас притягиваться ситуации. Куда я не поеду, этих собак встречаю. То они там девочку какую-нибудь перепугают. То еще какая-нибудь ситуация случается. То кота задерут. Ну, вот, чтобы вы понимали, что происходит. И я начал решать, как бы... Я придумал какое-то решение. Ну, предпринимательский ум придумал решение этого вопроса. Вот. И, собственно говоря, выступил... Пришел к главе района и говорю, вот у меня есть инициатива решить вопрос. Долго мне не отдавали, как бы, решение этого вопроса. Наверное, три раза мы общались по часу, спорили. Но я все-таки взял ответственность на себя. Вот. И сейчас решаю этот вопрос. И у меня уже сейчас есть 1753 квадратных метров в аренде. Это будет большой приют для собак. Вопрос этот оказалось, что решить... Знаете, иногда для того, чтобы прийти в точку Б, это не значит, что ты из точки А придешь в точку Б. Это значит, что надо через точку С прийти. А в моем случае, так тут вообще такой зигзаг надо сделать. И вот решение нашего вот этого вопроса, получается, с собаками, оно оказалось сложным. Потому что, чтобы решить вопрос в нашем городе, оказалось, нужно решить вопрос в нашем районе с собаками. А чтобы решить вопрос в районе, оказалось, что нужно всем соседям помочь. В итоге вот я сейчас делаю приют, который решит приют для безнадзорных собак. Ну, правильно они называются, как я недавно узнал, собаки без хозяев. То есть, опять там все меняется и в законодательстве, и в терминологии. Нам необходимо сделать вот такой большой приют, который, соответственно, позволит и всем районам вокруг тоже решить этот вопрос. Зачем районам помогать вокруг? Да потому что, если мы решим у себя вопрос, и все узнают, что у нас есть приют, соседи начнут подвозить нам собак. Ну, вот это так бывает, чтобы вы понимали. Да, и это сейчас так и есть. А если у тебя есть проблема, поделись ею с соседом, да? Да, 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 все верно. И вот такое решение у меня. И я, у меня, как обычно, бизнес-планы есть, уже со всеми договоренностями есть, все есть как бы. И даже все предприниматели вокруг готовы скинуться нам на приют. То есть я готовы. Готовы. Наши предприниматели в городе пообещали 7,5 миллионов рублей. И вот глава Семикаракорского района отписал, у меня письмо есть, говорит, наши предприниматели тоже думают, как бы готовы помочь. Сейчас я ему пишу письмо как раз, чтобы вы понимали, вот перед нашей встречей. Хорошее письмо я прикреплю под этот ролик, почитайте. Вот это письмо. И вы поймете, как вообще вопрос решается. А кто захочет, вообще в этом вопросе подразобраться. Я еще ссылочку и сделал специально сайт. Я же просто, смотрите, я сейчас очень как вырос, как бизнесмен. На маркетплейсах, чтобы вы понимали, я устраиваю процедуру Data Room. Что такое Data Room, чтобы вы понимали. Это такой сейф, тендер происходит. Туда все, значит, подрядчики закидывают свои предложения. И как бы я смотрю, у кого лучшее предложение, и выбираю победителя. Все это как бы на IT-платформе происходит. Вот как бы я теперь, и все вообще крутые проекты привлекают деньги через вот такой Data Room. Это специальная IT-платформа. А я сейчас делаю аналог такого. Ну, то есть я созвонился, говорю, сделайте там, у них демодоступ 30 дней на этот Data Room. Но там очень ограниченный функционал. Я понял, думаю, зачем мне платить 450 тысяч за этот сервис. Ну, вот этот вот, чтобы вы понимали, IT-шный сервис стоит 450 тысяч рублей, чтобы мне сделку провести. Я думаю, ну, я сейчас сам себе сделаю. Я же немножко тоже IT-шник, и сайты умеют делать. И я сейчас готовлю как бы такой Data Room под нашу сделку. И думаю, о, круто, я и собак оформлю под Data Room. А я же такой еще товарищ, понимаете, сделал вот это решение интересное по собакам. Оно получилось федерального уровня. И я написал как бы уже губернатору Ленинградской области, написал губернатору Московской области, Воробьеву. И мы ведем уже официальную переписку с ними. Потому что я хочу этот вопрос с собаками решить у нас по всей стране. Ну, то есть у меня классное решение. Я не готов там ехать в Ленинград или в Москву этим заниматься. Я говорю, вот типовой проект, берите, сделайте так же, как мы, и все. И как бы ваши города будут чистые, муниципалитеты у вас будут чистые. Ну и все. Вот примерно так это все и происходит сейчас. А, естественно, как бы я столкнулся с давлением там всего города там и прочими какими-то побочными вещами. Но об этом я не хочу рассказывать. Скажи, пожалуйста, вот немножечко подробнее, что ты с этими собаками собираешься? Во-первых, как ты их собираешься собирать в этот приют? Отличный вопрос. Смотрите, во-первых, ну, я закладываю в бизнес-план то, что у нас будет бюджет, и мы можем заплатить прям подрядчику за отлов собаки. То есть есть специальные организации, они с лицензией все. Там, значит, такие люди с нервными ружьями, и они еще бегают, как тарзаны. Чтобы вы понимали, это очень сложный вопрос собаку поймать. То есть ее сначала транквилизатором стреляют, она начинает бежать, за ней выбегает. Это очень интересная процедура. Человек и как бы ловит ее, и сонную помещает в машину, и привозит к нам в приют, оставляет. То есть по закону вообще, если у, ну, например, у нашей администрации есть очень много денег, то тогда она может как бы эту собаку заплатить за отлов, за стерилизацию ее, за вакцинацию, и обратно возврат в среду обитания. Ну, то есть там, где ее стрельнули, туда ее как бы уже стерилизованную привезли. Но это не решает вопрос. Ее привезли на это же место, и что дальше? И она бегает точно так же, так же хочет кушать. Такая же она агрессивная. Нет. Она не такая агрессивная. Часть собак не такие, я соглашусь здесь. Но все зависит от вожака. А вожак, как правило, не стерилизованный получается. И стая, ну, она ведет, это инстинкты, как бы, чтобы вы понимали. Я вот с собаками сейчас работаю, люди хуже собак, я вам честно скажу. То есть они просто цель знают конечную. А собаки, они как бы все на инстинктах. Поэтому здесь говорить, какая она, ну, безусловно, многие чипированные собаки бегают, на ушки у них такая зеленая меточка. Ее можно погладить, она красивая вся такая вот. Они не агрессивные. Не агрессивные, поодиночке не агрессивные. Но когда мы с вами встречаем стаю собак, там уже непонятно, как будет ситуация складываться. Я вот просто за это хотел сказать небольшое уточнение. Ну, по моему опыту, я тебе советую, значит, съездить в Грузию, там, посмотреть, как это дело обстоит. Там буквально, так сказать, собаки ходят кругом, они все чипированные, они не агрессивные, и нет стахи. Понял. Я съезжу. Съезди обязательно. И с котами то же самое. То есть там люди очень трепетно относят к этому делу. Очень-очень. Ну, Грузия меня особенно потрясла в этом смысле. Вот. Ну, хорошо, значит, то есть, насколько я понимаю, ты решил совершенно бесплатно для администрации города, да? То есть администрация тебе ничего не платит? Не платит совершенно ничего администрация, все верно. То есть ты организуешь благотворительный проект, ты собираешь деньги от бизнесменов, которые, в общем-то, сказать, ну, тоже все страдают, все понимают, что это проблема для города, а у города нет денег, ты решил помочь городу, правильно? Да, так дело и обстоит все верно. Так дело и обстоит. Вот. Ну, блин, ну, ты же не собрал еще деньги, а помещение уже снял. Вот как ты собираешься? А я вот вам хочу, Юрий Алексеевич, вопрос задать. Вот вы дом начали строить когда, да? То есть вот помните, вы рассказывали, у вас были деньги на строительство дома? Нет, у меня денег не было на строительство дома. Я знал, что мне нужен дом. А дом у вас построен сейчас? Дом построен. Мне нужно отвечать на ваши вопросы? Ну, я понял, да, хорошо. Вот как бы, ну, смотри, мы ставим цель. Вот чем отвечается предприниматель вообще от нет предпринимателя? Я могу сказать, ну, несколько в сторону уйти, да, лирику сказать. Вот все люди, все люди живут по принципу быть, делать, иметь. То есть, вернее, вот предприниматели живут по принципу быть, делать, иметь. То есть вот я такой, какой я есть, это я быть, да, делать. Я иду как бы, мне нужна сейчас как бы площадка для приюта, нужна. Я, значит, ее снимаю. У меня есть деньги на нее? Да, есть. Я, чтобы снять эту площадку... На один месяц? На один, на два месяца. На два месяца. На один месяц с гарантинным платежом. Ну, что, я снял часы как бы с руки, они у меня полмиллиона рублей стоят. Я их продал. Продал планшеты и два телефона. В деревне моей все это ушло там в районе 100 тысяч рублей как бы, да. Ну, так в Москве я, может быть, 300 выручил за это. А тут я, ну, с дисконтом сильным продал, потому что люди никогда золотых часов не видели. Ну, и неважно, как бы, да. Я начал вот так работать. А дальше, как бы, разберемся, как говорится. Главное в драку, в реализации там. И в конечном итоге мы имеем, как бы, да. Это же такая психология предпринимателя. Психология не предпринимателя, она предполагает иметь сначала. То есть, вот он говорит, я сначала денег накоплю. Потом, когда я накоплю денег, я буду что-то делать. А потом я буду быть. Ну, понимаете, да. Потом я стану какой-то. Я никогда так не жил, ребят. Я всегда живу так, что я вот такой, какой я есть сейчас. Поэтому я делаю, и потом я что-то имею. И я так достигаю своих целей. Для меня не, как бы, кто-то хочет, там, я не знаю, миллион долларов, как конечную цель. А я, как бы, не ставил никогда целью свои деньги иметь в виде миллиона долларов. Я ставлю, там, приют хочу, ставлю, там, часы хочу, поехать куда-то хочу. Вот, Юрий Алексеевич, вы же много путешествуете, согласитесь, это так и работает. И очень часто можно поехать в путешествие вообще не имея денег. Да, автостопом собрался, доезжаешь. В чем вопрос? Главное желание, да. В этом смысле, да. Ну, а все-таки, так получается, это, я так и не понял, это благотворительность или бизнес? С собаками это благотворительность. То есть, ты там ничего не зарабатываешь? Я не зарабатываю на собаках, конечно. Более того, я туда вложил своих денег уже много. Мне уже помогают. Вот мне там со Сбербанка мой знакомый прислал денег, я там поехал, кому науку проплатил. Ну, то есть, и сейчас, чтобы вы понимали, мне необходимо, ну, вот какое-то количество денег, я даже точно не скажу. Я думаю, где-то в районе одного миллиона рублей, просто чтобы все запустилось. Потому что вот те письма, которые я написал, и общение, которое я выстраиваю с предпринимателями, рядышком, с предпринимателями, у меня как раз как бы, вот по времени, мне нужно сейчас еще, то есть, чтобы вы понимали, мне еще сейчас нужно одну площадку, там рядышком, еще 1700 квадратных метров снять, сделать там дезинфекцию, потому что там был падеж скота недавно, чтобы помещение отстоялось, чтобы там все органы приехали, соответственно, там все проверили, мне сертификаты выдали. И вот у меня как бы 3000 квадратных метров, получается там чуть больше 3500 квадратных метров, и я решаю таким образом на этой площадке вопрос для шести районов. Ну, согласитесь, это большая проблема с этими собаками, я вообще не вижу, в чем проблема с финансированием. Более того, я как человек, который работает на рынке инвестиций, я же имею сертификаты FSFR 1.0 и 5.0, это серьезные очень бумаги, я разбираюсь в банковском деле. Я придумал такую, смотрите, историю, что предприниматели-соседи, они могут вообще, даже не вкладывая деньги, помочь нам, ну то есть не имеет денег человек прямо сейчас, ему надо из оборота выводить, он идет в банк, открывает под банковскую гарантию аккредитив нам, и этот аккредитив привязывается, допустим, к бизнес-плану там восьмому месяцу. И все, и мы как приют знаем, что в восьмом месяце у нас весь месяц есть финансирование от этого человека. Человек заплатил за банковскую гарантию, там, я не знаю, 100 тысяч рублей, а там через год или через два он там миллион рублей переведет нам. Если даже не переведет, это называется непокрытый банковский аккредитив, то банк нам за него заплатит, а он сам рассчитается с банком. Согласитесь, очень удобно, да, то есть когда вы знаете, как все работает, то вы можете реализовать фактически проект. А еще интересно, знаете, я когда посчитал этот приют, изначально он на бумаге у меня встал в 450 миллионов рублей на три года полностью, ну, под ключ и с финансированием. Потом, значит, проходит какое-то время, я нахожу, почему я с этими площадями завязался, чтобы вы поняли, потому что я нахожу площади и понимаю, что мне строить ничего не надо, мне не нужны капитальные затраты. А аренда, я в Москве платил 120 тысяч в месяц за свою квартиру, а я сейчас тысячу квадратных метров, 1500 даже квадратных метров, 1753 квадратных метра, знаете, за сколько снимаю? За 60 тысяч рублей. Представляете, эта квартира у меня, у меня квартира на Курской, двушка меньше стоила, вот, а когда я переехал на Котельническую набережную, то есть я сейчас 3500 квадратных метров могу снять, ну, за там, 100-110 тысяч рублей, это даже не дотягивает до моей московской квартиры, а представляете, сколько я уже добра людям начинаю делать? Ну, то есть вот я забираю этих собак со всех этих улиц там, и у меня не стоит цель собрать всех собак в свой район, чтобы вы понимали, у меня стоит цель пристроить этих собачек потом по домам, по домохозяйству, и у меня это получится, потому что я уже этот вопрос решил недавно, ну, то есть у меня была сложная задача пристроить четверо котят у меня, у меня кошка тут, и она, ну, постоянно котится, и нужно этот вопрос решать. Я замучил 800 горожан, лично пообщался с людьми, ну, да, я вот такой человек, я не захотел их топить, не захотел их куда-то подкидывать в лесополосу, я не захотел там, ну, то есть я довел до конца, я понял, как решается, сейчас я и собак, и котят пристраиваю за две минуты, вот такая у меня эффективность, а первоначально на этот вопрос у меня ушло две недели, чтобы его решить, ну, вот мы предприниматели учимся, да, решаем сложные вопросы. Ну, четырех котят пристроить намного проще, чем, скажем. Вот, да, кстати, а сколько собак можно в этом приюте содержать, сколько их там планируется? Две тысячи, две тысячи, то есть максимальная загрузка, да, с учетом всех норм санэпидемстанций. Ну, на две тысячи собак, наверное, трудно найти хозяев. Именно поэтому мы подключаем Почту России и волонтеров, и органы казачества, и органы ОВД, чтобы вы понимали, есть вопрос, на который воздействуем с разных сторон. Я уже написал всем письма официально, как бы, уже созданы бизнес-процессы, я уже знаю, что я хочу от них получить, чтобы этот вопрос был решен. И написано у нас письма на самый верхний уровень, и на областной уровень, и на местный, чтобы вы понимали. Ну, то есть я понимаю, как принимаются решения. Я выполнял тендеры на минуточку 8 лет, я выигрывал госконтракты. У меня вот самый сложный контракт был, это Государственная Дума. Я оцифровал архив пятого созыва Государственной Думы. И когда я уходил, они не верили, что я его выполню. Я им купил картину, у меня знакомая художница Алика, и повесил салютом, чтобы они помнили меня. Вот такая картина, там Государственной Думы в архиве висит красиво. Поэтому я знаю, как... Ой, не запомнят. Ой, Юрий Алексеевич, я еще к ним вернусь. Я думаю, что да. Так что, благодаря... А, кстати, о почтальоны. Вы знаете, почтальонов-то ходят, кусают собаки эти. Их даже Почта России тратит деньги и страхуют их просто от этого. Это вообще беда. Я почему бы с почтальонами как бы завязался тоже. Потому что я сам хожу часто на почту, письма получаю, и постоянно жалуюсь. Говорят, Иван, что делать с этими собаками? Ну, же все пробовали. Сейчас знаете, как решается вопрос? Электрошокеры у всех. И собак бьют толком. Ну, вот так вот это решается как бы на текущий момент. Десять минут у нас осталось. Да. Это же негуманно, понимаете? Но я не хочу там жаловаться ни на кого. Просто я хочу сказать, что это ответственность уголовная на текущий момент по законодательству. Потому что тоже интересно. Госдума сделала закон и сделала билку. С одной стороны, как бы, с собаками ничего нельзя делать. У меня, знаете, в городе такая ситуация. Сейчас посмеемся. У меня есть улица Шахтинская. Там есть маленькая такая собачка противная. Она перекусала. Одна собачка 300 жителей укусила. Вы только себе представьте. Вот она такая противная, подлая, подбегает сзади. Хватит. И кусок мяса вырвала. Ну и смотрите, что происходит. Люди идут, жалуются в администрацию. А администрация сделать ничего не может. Вот представьте себе ситуацию. И вот эта собака перекусала. И ее убить нельзя. Поймать ее. Поймали, чипировали. А толку? И она до сих пор... Ее сейчас приютил один товарищ. Тоже такой же злостный. И подкармливает. И вот собачка... И никто не трогает ее. И она вот живет. И так дальше покусывает всех. И вот одна маленькая собачка построила полгорода, чтобы вы понимали. Как это психологически? Вот только вдумайтесь себе жить. Когда ты идешь со своим ребенком на площадку погулять. Это же все происходит, чтобы вы понимали, на площадке. Этот вопрос, который я решаю сейчас, это острый социальный вопрос. Он не может просто решиться. Почему он острый? Потому что здесь уголовная ответственность. Здесь очень много несправедливости. Я вам расскажу, как вопрос там решился сейчас на севере. Там наняли каких-то таджиков, они пришли с топорами и перебили там много собак. И это громкое уголовное дело. То есть это кошмар, то, что происходит. Есть такое дело, да. И у меня таких историй много. Я просто... Ну, как бы чуть-чуть другая целевая аудитория. А я нашел решение гуманное этому вопросу. И если, ну, на другой, то есть с одной стороны, там собаки зло и плохо, да, всегда это медаль такая. А с другой стороны, собаки это что? Это ответственность. Ну, то есть вот человек, который взял собаку, это любовь, это эмпатия опять же, да, это дружба такая, это забота. Ну, собака это очень много, я вам так скажу. Не все могут себе в городе это удовольствие позволить. Но вот в таких муниципалитетах, как я живу, это вполне возможно. А у нас еще много сел, всяких поселений. Там тоже это возможно. Поэтому мы решим легко этот вопрос. Я вот к этому так отношусь. Ну, и люди станут добрее. И еще собаки это сила. Когда у тебя будет 2000 собак, ты можешь угрожать администрации. Нет? Подождите. Мне вот все говорят, ты можешь. Да, мы тебя боимся, Иван. Они боятся, что ты выпустишь 2000 собак, и мы тут из дома не выйдем. Это не так происходит. У нас будет большой штат. У нас будет 4 степени защиты, как бы, ну, с точки зрения, как бы, у нас все собаки. Чтобы тебя удержать от этого дела. Безусловно. А вдруг у меня там что-то переклинит, да? Это какой-то человек, который на красную кнопку может нажать, и все, и мир увидит. Да, да, да. Так и не бывает. Ребят, смотрите. Стоят видеокамеры. Во-первых, весь периметр просматривается. Внутри все просматривается. То есть, каждую, можно увидеть каждую клетку. Есть 4 степени защиты. Первая степень, это, соответственно, санитарная зона. Это забор 2 метра. Вниз забетонировано на 60 сантиметров. Вторая степень защиты, это клетки внутри. А третья степень защиты, это человек с ключами, который у каждой собаки есть замок, ключ. И это человек, который выдает, соответственно, эти... И таких человеков 2. Один в санитарной зоне, вернее, в карантинной зоне, а другой в самом приюте. И эти люди еще подчиняются безопаснику. Это четвертая степень защиты. И только с его разрешения там можно какую-то... Можно, грубо говоря, не один ключик получить, а два ключика получить. Ну, грубо говоря, вот так этот решатель. То есть, это как с ядерным чемоданчиком. Ну да, это очень серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Потому что, вот смотри, еще один такой вопрос, смотри. Вот у тебя есть штат, есть люди, которые за этим приютом следят, следят, чтобы все было хорошо, и ты не находишь денег для финансирования. Что быть с несчастными животными? После трех лет, вы имеете в виду. Вот три года мы нашли финансирование, а потом не нашли. Сейчас мы не взяли пока ни одну собаку. Пока мы на три года не найдем финансирование, мы не открываемся. После того, как мы открылись, через три года, что будет? Смотрите, во-первых, нас может подстраховать администрация и выпустить муниципальный заим облигационный. Все, как бы деньги всегда есть. Ну, то есть, чтобы вы понимали, на финансирование. Второй момент, я же предприниматель. Я хочу полностью вывести, как бы, этих собак в плюс. Вариантов куча. У меня сейчас там навоз есть. Я хочу торговать навозом, как удобрение, допустим. Потом можно делать носки и собачьи пояса из шерсти. Потом и торговать на Валбрисе. Потом можно вообще, смотрите, видео с собаками очень круто заходят на Ютубе. Мы снимаем ролики. Вот, там реквизиты, как бы, помоги. И более того, самых классных собак мы разыгрываем через тендер. Вот есть собака, она всем нравится. Она набирает кучу. Понятно. А есть еще и породистые, наверное. Есть и породистые, да, собаки. Она набирает кучу просмотров. И мы ее не просто отдаем. Мы говорим, смотри, чтобы эту собаку получить, тебе нужно подготовиться к тендеру. Посмотреть фильмы про собак, прочитать кучу литературы. И, как бы, говорим, стартовая цена такая-то. И люди начинают за нее бороться. То есть, мы начинаем вовлекать людей через торги. Вот, как я сейчас с Валбересом и с Азоном сделал. Они также борются за мою компанию. Ну, в этом ничего сложного нет. Кто знает бизнес, тот создает всегда конкуренцию. Если ты крут, если у тебя крутой продукт, то люди сами взвинчивают цену. А я соглашаюсь просто, с кем работать, с кем не работать. Вот так мы с собаками. Поэтому собаки очень легко окупят себя. Я в этом не сомневаюсь. Там есть куча моментов. Мы можем корм для собак делать. У нас тут площадя позволяют. Рабочая сила у нас очень дешевая. Ну, то есть, я, представляете, если выведу корма на маркетплейсы. Да тут может весь город работать на одних кормах. Ну, вот, как бы, это рынок сбыта на России и на СМГ, чтобы вы понимали. Ну, потрясающе. Ну, значит, смотри, я хочу сказать, что у нас три минуты. Давай. Реквизиты. Реквизиты будут, ребят, смотрите, под роликом. Просто будут реквизиты карты моего отца. Я сейчас веду деятельность. От ИП своего отца. Ну, в силу того, что у меня просто приставы там арестовали все мои счета. И все, как бы. Да, не потому что я какой-то там плохой. Потому что у меня есть инструмент. Если бы у отца не было моего ИП, я бы нашел, допустим, партнера, подписал бы с ним партнерское соглашение и просто бы работал под другим ИП. Ну, как бы, для меня это не проблема. Я вот рассказал вам свои цели, поэтому буду признательным очень. Для тех, кто поддержит, это, смотрите, не вклад в какой-то бизнес-проект. Это просто благотворительность. Кто сколько вот посчитает нужно, тот переводит столько. Но не меньше 10 тысяч рублей. Шутка. Вот. На самом деле, по зову души, по зову сердца. Я считаю, что это вам даст. Вы получите, прикоснетесь к этой энергии чистой, вот, которая мне позволяет делать большинство. Уже прикоснулись. Вот. Поэтому, Юрий Алексеевич, спасибо вам огромное за это. Да, хорошо. Ну, что я могу сказать еще по поводу Ивана, что, в общем, сказать, ну, я знаю его как человека все-таки, который искренний, который открытый всегда, и, ну, вот, с ним, когда общаешься, он действительно говорит то, что думает, и не хочет обмануть. Вот. А то, что у него получается или не получается, ну, это уже как выходит. Не все мы всегда успешны. Иногда мы, ну, как бы, каждый предприниматель в своей жизни сталкивается со взлетами и падениями. И это нормальная жизнь. Ну, по крайней мере, это не скучно, как мы видим. Вот. Но я хочу пожелать удачи Ивану в его начинаниях. Конечно, будем смотреть. Вот. Необычный проект, прямо скажу. Для меня это было полной неожиданностью. Ну, вот так, как есть. Ну, что. Пожелаем удачи и до встречи. Спасибо огромное. Конец связи. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok